Какая сейчас самая главная политическая тема в мире? Кто в курсе? Выборы. Выборы? Где? В Америке. В Америке. Выборы в Америке. Правильно. Кто пойдет голосовать? Че, не будем вмешиваться, что, ребят? Как так-то, блин? Ну че? Там же на госуслугах точно будет кнопка. По-любому. Там будет кто там? Камала, Дональд и ядерный пепел. Наверное, я не знаю. Короче, ну просто интересно, объективно, там интересно. Ну у нас я все знаю уже. Могу поспорить на косарь, кто следующий будет. А так как у него дочь, возможно, и последующий тоже. А в Америке интересно. Там интересно. Там, кстати, представляете, там целых два кандидата. Охереть. Реально. Два кандидата. И сколько там остался месяц, и никто не знает, кто выиграет. Устроили лотерею, пиздец. Серьезное дело, никто не знает. Дональд Дак? Вы не те смотрите выборы. Не на Disney Channel надо смотреть. Короче, реально. Нет. Почему там есть интрига? Я могу, я, в принципе, понял. Потому что там нет такого мощного кандидата, как у нас. То есть, вот, как думаете, если бы Трамп у нас выдвигался, у него вообще не получилось? Ну нет. У нас бы снайпер не промахнулся. Блин, по-любому. Нет. Но, возможно, был бы тандем. Ну, договорились бы. Сто пудов. Я, кстати, думаю, что Трамп так и договаривался с Байденом в свое время. Он же тоже на один раз ушел всего. Сейчас пытается вернуться. Просто Байден забыл. Он ему говорит, братан, мы договаривались. Он говорит, о, я тебя в один дома видел. Не, у нас просто так нет. То есть, у нас пообещали, что будет тандем, значит, будет тандем. Любую дещь творить. Нет. У нас договор дороже соцопросов. Нет, а если был бы тандем, удобно, кстати. Но Трамп в тандеме с нашим было бы прям круто. Потому что Трамп тогда договаривался бы с Западом, наш с Востоком. Как бы все было бы нормально. Просто с кем договариваться, Дмитрий Анатольевич, непонятно. Наверное, с талибами. Кто должен с ними договариваться? Как бы с нашими этими дружественной запрещенной организацией? Это интересная тема. Короче, есть как Дмитрий Анатольевич, сокращенно ДА, обратно АД. Все понятно. ВВ, Владимир Владимирович, ВВ, туда-сюда, все одно и то же. Ваше величество. Все работает. Кто-то против? Я один раз так спрашивал. И одна девушка прям жестко такая. Прям против была. Там ее тип так испугался. Он прям такой, тише, тише. Алина, перестань, Алина. Она шутит. Я думаю, блин, ну у нас, наверное, только Алине может так шутить. Я на самом деле расстроился, когда Байдл снял свою кандидатуру. Я прям приуныл. Мне в целом нравилось, когда президент Америки мог опасаться там, блядь, упасть откуда-то. Я смотрел, мне прям весело было. Думал, вот это нормальный президент у них. Просто когда у них президент Ирак бомбит, вообще не весело. Пусть лучше ссыться. Ну реально. Надеюсь, вы не из Ирака, слушайте. Вы так поддержали. Короче, у них были дебаты. Знаете, были дебаты у них. Они рассуждали. Камала и Дональд. У них бывают дебаты. Представляете, у нас просто не бывает дебатов. У нас просто нахера с кем-то общаться ему. Там просто работы много у мужчин, объективно. Вечером что-то с собакой гулять. Короче, вот у них были дебаты. И она там рассказывала, короче, Камала говорит, да если бы, если бы Трамп придет в власти, то Путин бы уже сидел в Киеве, и СПО закончилось. Я думаю, бля, я за Трампа. А он говорит, а если Камала придет в власти, то она откроет все границы, и мигранты заполонят страну, и Америка развалится. Я думаю, я за Камалу. И, короче, и я прям, я прям не разрываюсь. Я не понимаю, кого поддерживать. Прям сложно. Бедные янки. Как они там вообще выбирают? Блин, я прям в пятерочке немытую морковь выбираю, и взвешиваю все за и против Трампа. А еще Камала Харрис. Представляете, она же, короче, темнокожая женщина, дочь мигрантов из Мали и Индии. Фулл хаус. Белый Трамп просто приуныл вообще. Если она сейчас скажет завтра, да я лесбуха, он такой, я сдаюсь вообще нахер. Вместо себя отправит этого Джастина Бибера, скажет иди. За него все проголосуют из жалости, знаете, как у нас за Зюганова голосовали, вот. Такая же херня. Друзья, не пугайтесь, стендап скоро продолжится. Не выключай, не выключай, не выключай, подожди, смотри. Сегодня, говорю, шепотом, потому что у детей дневной сон. От тебя призываю подписаться, нажать лайк и написать комментарий. Сегодня давай это будет любимый твой завтрак, идеальный завтрак. Чем бы ты мог завтракать каждый день? То есть для меня, например, это картофельные дранечки и яичинка. И кофе, конечно, с удовольствием. Так, теперь написал комментарий. Давай, давай, не ленись. Красава. Или не красава, тебе написал. Теперь новости. 9 ноября у меня будет концерт в Туле. Тула, приходите 9 ноября. Билеты будут прикреплены. 17 ноября я снимаю свой концерт в Москве. Концерт-шут, который я в этом году писал, выступал с ним. 17 ноября съемка. Тоже вилеты будут прикреплены. И самое главное, конкурс. У меня в Телеграме конкурс. Я разыгрываю там 4 тысячи рублей, по-моему. Первое место. 3 500. Да, 2 тысячи, полторы и 500 рублей. По-моему, такие призы. Уже не помню. Короче, надо подписаться только на меня в Телеге и на моего товарища Володю, с которым мы снимаем подкасты. Там сейчас пока 5 участников, очень великий шанс на победу, ребят. Все, всем удачи. Смотрим стендап. Спасибо, что смотрите. Ну, меня вообще пугает, как бы, Камала Харрис, потому что, ну, визуально она похожа на женщину. И, возможно, возможно, представляете, у нее, возможно, есть ПМС и ядерная кнопка. Женщина с ПМС и ядерной кнопкой. Ну, там даже Годзилла отдыхает вообще по ужасу, реально. А если она еще неудовлетворенная женщина? Если ее муж ночью плохо трахнул? Она что, с утра придет и трахнет по Ирану? На себя перекладываем? Вот я бы не хотел, чтобы у нас была женщина-президент. Вообще никак. У нас БСФО было раз в месяц. Просто... Ты пересралась с полмира? Не с полмира. Чисто математически больше половины за меня. Ну, охереть. Но я понимаю, почему лидеры западных стран, они за Камалу Харрис. Я понимаю, почему они за Камалу Харрис. Потому что, ну как, смотрите, ну, потому что им в ближайшие четыре года целовать женскую задницу гораздо приятнее, чем мужскую. Там же, тем более, черная задница. Модно. Блэк Ас Мэттер. Не, ну вообще у них интересная демократия. У них реально интересная демократия. Смотрите, у них, короче, был Джордж Бурс старший, Джордж Бурс старший и Джордж Бурс младший. Отец сын. Нормальная демократия, да? У нас такая закончилась при Александре Втором. Реально. В этой схеме только Лукашенко у него может тоже получиться. У него три сына. Историки назовут этот период столетие Луки. Вот так вот. Как в театре, друзья. Благодарю. Нет, а потом у них еще был Билл Клинтон. Помните, Билл Клинтон? Такой чувак был, у которого отсосали прямо в кабинете, вот в этом овальном кабинете. Прямо чувак прославился. Реально, там, серьезно. Моника, правильно вы говорите, Моника. Поиграем в Слоника. Моника, поиграем в Слоника. А у вас все, Дональд Дак. Моника, Слоника. Короче, я забыл фамилию. Моника Левинский, да? Вот, Моника Левинский. Короче, говорят, за год девять раз делала минет в овальном кабинете. Назвали «Минет столетия». Охереть. И главное, нам по всем каналам показывали. Я смотрел прямо, мне было 12 лет, по всем каналам показывали вот эту историю. Пеннис Клинтона, Пеннис Клинтона. Я думал, может, какая-то книжка новая вышла, я не знаю. Гарри Поттер и Пеннис Клинтона. Но я просто не понимал, зачем, почему. Прямо по центральным каналам там кто-то выступал. Если бы сейчас кто-то сделал, президент Америки Минет, нашли бы русский след, по-любому. По-любому вы сказали, слышали русскую речь. И самое обидное, что если сейчас кто-то сделал, президент Америки Минет, он это забудет. Представляете, как Зеленскому обидно. А после него, кто собиралась, знаете, потом шла жена Клинтона. Как ее звали, забыл. Хиллари Клинтон тоже почти выиграла, реально. Но там никаких политических амбиций. Чисто хотела мужу отомстить. Чтобы у нее тоже кабинет кто-нибудь отлизал. Чисто один-один сбила. Чисто женское месть вообще. Пошла женщина. Вот такая у них, видите, интересная демократия в очень узком кругу, очень обеспеченных людей, где каждый может стать президентом Америки. Удобно. Очень удобно. Знаете, Хантер Байдена, кстати, знаете? Это сын Джо Байдена. Сын. Он написал мужчина книгу, что 20 лет нюклокаин и трахал шлюх. Написал книжку. Бестселлером не стало, конечно. Ну, книжку написал мужчина, да. А у нашего дочка получила научную степень в МГУ, физико-матевтических наук. Представляете, какие мы дикари в глазах Запада? Ну, все понятно, почему молодежь хочет, чтобы было как на Западе. Никто не хочет, чтобы папа заставлял наукой заниматься? Тут пример такой. У меня просто вот дети, у меня пацаны, они когда гуляют, он говорит, а вот там у Костик уже телефон дали. Там Костик до девяти гуляет. Там же такая же история была. Полипаса нам говорил, Хантер Байтен уже кокаин попробовал. Он там с шлюхами. Он ей, а учись, доченька. Получишь образование, потом заведешь семью, возьмете семейную ипотеку и двушку в пик. Все сложится. Кстати, Хантер в переводе с английского охотник. А в Трампа два раза стреляли. Херовый охотник. Короче, у нас, у нас, короче, не отпускает их тема все равно. У нас и Россия, они хоть говорят, что нас Россия не интересует. У нас там главный соперник это Китай. Но сейчас были дебаты, где 22 раза они упомянули Россию и Путина. 22 раза. Мы вообще не думаем о России. Россия, 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 Россия. Путин, 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 Россия, Россия, Россия. Мы не думаем о вас вообще. Кто вас не думает? У них даже вот голливудские фильмы, у них же главный злодей. Кто? Кто хочет, чтобы они строят планету? Да, либо инопланетяне, либо русские. Все, у них других врагов вообще не существует. Но самое интересное, что у нас, вот смотришь наш российский фильм, кто у нас злодей? Русские тоже. У нас вообще ни разу я не видел никаких американцев злых. Как бы в бригаде не было американцев, где? Чебурашка. Смотрели Чебурашка? Где там американцы? Нет, там злая женщина, русская бегает. Ни хера. Слово пацана. Слово пацана. Чего? Ну там, там было американское слово «Адидас». Все. Все, больше ничего. И да, у них даже в Марвел, даже в Марвел есть русский супергерой. Представляете? Да. Наташа вот эта, Романов, которую Игай скажет, Йоконссон — это агент КГБ. То есть у них там Халк и зеленая тварь огромная, накачанная. Тор — бог грома и молнии. И Наташа из России. Нормально. Все четко. Вот у них как, видите, у них стереотип, что стильная женщина — это русская Наташа, а не боксерша из Алжира. Четко знают все они. Там еще интересно, короче, что у нее, у нее интересная биография. Я просто читал. У нее, короче, маму зовут у Наташи Романов. Мелина Востокова. Не Западова. Востокова. Сразу закладно. А папа у нее Иван Романов, да. А сама она — Наталья Алиановна Романов. Как у Ивана дочь Алиановна, только американцы и Задорнов знают, реально. Я не понял. Ну, короче, но все равно, ну, как бы, ну, объективно, мы хотим помириться с ними. Ну, прям хочется, чтобы как раньше было всем. Ну, хочется, ну, как, как с бывшей отношения, знаете, вот такие. Она, сука, конечно, но такая классная. Реально, потому что у тебя с ней был самый лучший секс, самый горячий, вот, на Кубе. Вот это прям кубинская, вот эта горячая пора, когда она кричала. Ты потом своей ракетой гордился, ходил. Весь мир говорил, вот это у нее ракета. У меня ракета. И, блин, мне кажется, мы готовы прям кричать. Вернись, я все прощу. Все, я забуду этих китайских шлюх. Не буду тебе мешать дела свои мутить на Ближнем Востоке. Только снимай свои грязные санкции. А я войду в тебя своими дешевыми энергоносителями. Короче, мы инь и янь. Все равно мы не можем, как получается, ну, как бы все, мы должны быть вместе всегда. Инь и янь. То есть мы инь, они черные. Это было слишком просто. Спасибо. Короче, давайте сейчас мы с вами, надо как бы выбрать все-таки. Камала, Трамп или Лукашенко. Так, давайте. Так, кто? Короче, мне все равно кто. Главное, чтобы все закончилось. Вся херня. Все было весь мир, свет и жвачка. Все было хорошо. Кто за Дональд Трампа? Дональд приуныл, наверное. Кто за Камалу Харрис? Кто за братского батького Александра Георьевича? Тихановская приуныла сейчас жестко. Мне кажется, его там так не поддерживают, как здесь. Ну что, надеюсь, они посмотрят. Поймут, кого надо выбирать. Все, друзья, спасибо вам огромное. Вы вообще лютый кайф. Спасибо. Спасибо.